Работа правоохранительных органов сегодня направлена на борьбу с киберпреступностью. По большей части, меры, принимаемые сотрудниками милиции, дают свои результаты. Если в 2020 году следователями возбуждено 25 571 уголовное дело, то в 2021 – 15 503. Разница налицо. В нынешнем году в городе Бресте ситуация в два раза лучше, чем в прошлом. Число киберпреступлений снизилось с 859 до 400. Несмотря на то, что количество открытых производств по статье 212 постепенно снижается, риск стать жертвой мошенников все равно высок, особенно если речь идет о неинформированных людях. Подобного рода преступления могут совершаться только в условиях, когда люди не владеют просто основными правилами цифровой безопасности. В связи с этим на государственном и на местном уровне был принят ряд программ, направленных именно на профилактику и повышение цифровой грамотности населения. Такие программы, как комплексный план мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по противодействию киберпреступлениям на 2021-2022 год, на текущий момент проводятся на территории области декада безопасности кибердети, которая направлена на воспитание навыков цифровой безопасности именно у учащихся и у педагогических работников. И благодаря вот этой вот деятельности нам удалось снизить количество зарегистрированных в 2022 году преступлений с 859, это показатель прошлого года, до 400, это показатель текущего года. Чаще всего в поле зрения мошенников попадают люди преклонного возраста. Однако бывают случаи, когда жертвами становятся, казалось бы, продвинутые прослойки общества, которая умеет пользоваться гаджетами, следит за новостями, знает, что такое интернет и какая-то может поджидать опасность. Тем не менее, и они клюют на фейковые рассылки, переходят на фишинговые сайты и вводят данные карты. Часто таких злоумышленников можно встретить на сайтах онлайн покупок. Из общей массы мошенничеств, опять же, 70%, как правило, это мошенничества, совершаемые с использованием различных интернет-мессенджеров, таких как Инстаграм, ВКонтакте. Значит, наши граждане, дабы упростить процедуру приобретения какого-либо товара, причем бывает очень даже незначительного, переводят деньги мошенникам в счет предоплаты. И покупают все, естественно, так как у нас на просторах интернета продается все, это и автотранспорт, и запасные части для автомобилей, и детские игрушки, и билеты в кино, и съем квартиры в наем. Все, то есть наши граждане очень доверчиво в интернете видят страничку, красочную, красивую, цена привлекательная, переписываются, причем даже не вступают в живой диалог, просто по переписке, и направляют деньги предоплаты, некоторые предоплату направляют, некоторые полную сумму направляют. Еще один способ мошенничества во многих странах, особенно в СНГ, считается классическим. Но в Беларусь он попал сравнительно недавно. Мошенник звонит по телефону жертве и представляется сотрудником силовых структур. А дальше все по стандартной схеме. Под видом, когда звонят близким родственникам сотрудники правоохранительных органов, сообщают, что близкие попали в ДТП, и для решения вопроса о непривлечении к ответственности и оказании помощи пострадавшим нужны деньги. А далее мошенники говорят о том, что придет помощник, либо указывают различные счета, на которые надо перечислить деньги. Наши доверчивые граждане, естественно, ведомые, скажем так, мошенникам, отдают деньги. Зачастую преступниками становятся несовершеннолетние, сами того не осознавая. Для некоторых это просто игра, а кто-то это воспринимает как легкий способ заработка. Но мало кто из них задумывается, каким последствиям могут привести их действия, когда у человека пропадают с карты последние деньги. Совершение разного рода противоправных деяний с использованием сети интернет, оно очень сильно упростилось. Поэтому, соответственно, молодежь принимает подобные действия за простой способ заработка, не отдавая себе вплотную отчета о том, какие последствия могут наступить из-за их действий. В том числе проведение данной декады посвящено и профилактике именно детской преступности. Мы хотим предупредить и родителей, и детей, и педагогов о том, что действия, совершенные в киберпространстве, которые кажутся, грубо говоря, безобидными, и ты не видишь наступления их последствий, могут повлечь за собой серьезные проблемы и неприятности. Также республиканская акция «Кибердети», проходившая с 23 мая по 1 июня, направлена на защиту детей, информируя несовершеннолетних о действиях мошенников в киберпространстве.